ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тема последних заявлений в Тбилиси о необходимости просить прощения у осетин все еще является довольно любопытной для многих экспертов и аналитиков. Так, политолог Сергей Маркетонов в своем телеграм-канале «Донской казак» дал свое видение того, как следует реагировать на слова Бедзина и Ванишвели. Не слишком воодушевляться и смотреть в контексте всего сказанного, ну и предстоящих в Грузии выборов, советует по сути эксперт. Среди многих российских комментаторов, включая тех, кто гордится, своей близостью к Кремлю, прозвучало немало позитивных, а то и восторженных оценок сказанного. Вот, мол, да Грузия, в отличие от некоторых других постсоветских республик, поворачивается в правильном направлении. Справедливость будет восстановлена, ура, мы ломим. Эмоции в таких случаях понятны и даже простительны, особенно когда речь идет об урегулировании многолетних конфликтов, преодолении вражды и ксенофобии, пишет Маркетонов. Вспоминается коленопреклоненный Вилли Брандт в Варшаве, мощный символ Новой Германии. Значит, у нас есть надежда на новую Грузию, которая готова признавать ошибки прошлого и идти в будущее с иными идеями, отличными от тех, что в свое время озвучивали звяд Гамсахурди или Михаил Саакашвили. Хотелось бы дать на этот вопрос утвердительный ответ, отмечает он, но экспертный скепсис в данном случае не проявление маловерия, а настоятельная необходимость во избежание завышенных ожиданий, от которых всего один шаг до разочарований и новых противостояний. Маркетонов советует также обратить внимание на то, что Иванишвили не занимает официальных государственных постов и даже понимая его высокий неофициальный статус, это следует иметь в виду, уверен политолог. Следующий вопрос, на который надо также честно ответить, пишет автор канала «Донской казак», выражает ли Иванишвили мнение широких слоев общества и политикума? Внятной социологии мы пока не имеем, а в Грузии есть по поводу и самого Иванишвили и событий 2008 года разные мнения и сомнения. Ну и самое главное, пресловутая частица «если». Попросят прощения, если выиграют выборы, а если выиграют, попросят ли. Не все так однозначно. История знавала немало примеров трансформации взглядов политиков после выборов, намекает Маркедонов. Цитата. «Выборы еще надо выиграть. Это раз, и не передумать после того, как победный результат будет достигнут. Это два. Сколько мы видели примеров трансформации якобы пророссийских лидеров в спектре от Бразаускаса в Литве до Януковича на Украине и Воронина в Молдаве. Осторожнее надо быть тщательнее», подчеркивает Сергей Маркедонов. К другим темам. На прошлой неделе в рамках круглого стола Абхазия в поисках перспективы безопасного и стабильного развития выступил министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамбо и отметил, что ситуация вокруг Абхазии определяется наличием сразу нескольких зон конфликтности. Первая зона конфликтности, отметил Шамбо, это Украина, на территории которой столкнулись Россия и силы коллективного Запада. В России военные действия называют специальной военной операцией, но если говорить без политкорректности, то речь идет о проксе войне между Россией и коалицией западных держав во главе с США, сказал министр иностранных дел. Также он особо заострил внимание на то, что в России в последнее время отмечаются отдельные факторы сжигания конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве. Своего рода катализаторами этих трений стали террористические акты в Крокус-Сити-Холе и Дагестане в марте-июне 2024 года. Анализ имеющихся сведений позволяет предположить, отметил Шамбо, что радикалами как из числа мигрантов, так и их противников из среды разного рода антимигрантских движений пытаются манипулировать третьи силы. Как ни парадоксально, уверен глава внешнеполитического ведомства, последний аспект касается и Абхазии. Цитата. «На нашей территории находятся 5000 выходцев из Средней Азии трудовых мигрантов. Нельзя исключить, что внешние силы попытаются и здесь создать нам проблему. Так же, как в течение многих лет пытались разжечь конфликт между абхазами и армянами, распространяя листовки, подкладывая взрывчатку в армянской школе, в последнее время запускают ложную информацию о выделении 100 миллионов долларов на жилье в Абхазии для беженцев из Нагорного Карабаха». Конец цитаты. «Вторая зона конфликтности это Закавказье», отметил Сергей Шамба и еще раз напомнил, что до конца 2020 года Закавказье было зоной так называемых замороженных конфликтов. Однако, политика премьер-министра Армении Никола Пашиняна привела к тому, что режим Ильхама Алиева в Азербайджане решил, что карабахскую проблему можно решить силовым путем. Главным же итогом Второй Карабахской войны и это принципиально важно для нашей страны стал прецедент ревизии, сложившегося на постсоветском пространстве статус-кво после замораживания ключевых военных конфликтов 90-х годов. И это создает важнейшую угрозу для Абхазии», уверен министр. Цитата. «У некоторых политиков в регионе создалось ощущение, что Россия слишком занята процессами на Украине и своим противостоянием с Западом, что в этой ситуации они могут заняться решением своих проблем без оглядки на Москву». Конец цитаты. «Совершенно очевидно, что в условиях затягивания СВО санкционный режим и антироссийская роль Армении делают Азербайджан и Грузию важными государствами за Кавказе. Для нас важна прежде всего Грузия», отмечает он. «Фактически безопасность Абхазии зависит от двух аспектов. Первый аспект – это внутриполитическая конъюнктура в самой Грузии. В октябре этого года в стране намечены очередные парламентские выборы, на которых правящая партия «Грузинская мечта» либо сохранит власть, либо будет сброшена под напором оппозиции. Нынешняя грузинская власть с началом российской СВО, формально осудив действия Москвы, не присоединилась к антироссийским санкциям и отказалась открывать второй фронт. Оппозиция же напротив требует открытия второго фронта, в том числе на территории Абхазии. Мы наблюдаем беспрецедентное международное давление со стороны США и их ключевых союзников на грузинское руководство. Не исключено, что поствыборная ситуация будет использована как внутренней оппозиции, так и их западными кураторами для организации цветной революции с последующим обострением в регионе. Второй аспект это российско-грузинские отношения. Нейтральная оппозиция Грузии в конфликте России и Запада привела к максимальной разморозке в отношениях между Москвой и Тбилиси. Далее, выступление министра, которое в полном объеме приведено на сайте МИД Абхазии, есть множество подробнейших сведений, в том числе и в цифрах, которые говорят о том, насколько серьезно изменились российско-грузинские отношения в последнее время. Довольно любопытная информация, кстати говоря. Продолжая тему, Шамба отметил, что тем не менее грузинские официальные лица прямо говорят, что разморозка отношений с Россией не означает аналогичных шагов по отношению к нам и что они до сих пор придерживаются принципа так называемой территориальной целостности своей страны. Однако, нынешняя политическая разморозка отношений между Москвой и Тбилиси породила в определенных российских экспертных и околополитических кругах эйфорическое настроение, связанное с тем, что Грузия сейчас повернется к России, что у нее нет альтернативы такому повороту, что за окончательное примирение можно заплатить инициированием создания то ли федерации, то ли конфедерации Абхазии и Грузии. Абсолютно убежден, отметил Шамбо, что в руководстве России нет и не может быть таких планов. Однако, тиражирование подобного рода тезисов ведет к созданию негативного фона в абхазо-российских отношениях. Конец цитаты. Ну и третья зона конфликтности, отмеченная Шамбо, это Ближний Восток. Он напомнил, что 7 октября 2023 года боевики движения Хамас осуществили масштабное нападение на территорию юга Израиля. В ответ на это Израиль начал крупную военную операцию в секторе Газа. Все это сделало возможным полномасштабную войну в регионе. Уже сегодня обсуждаются возможности расширения военных действий на Сирию, Ливан и Иран, сказал министр в своем выступлении. А также задался вопросом, чем это грозит нам. Если анализировать сирийскую гражданскую войну, то совершенно очевидно, что главным следствием раскачки Ближнего Востока являются крупные миграционные потоки. В случае такого развития ситуации нам надо быть готовыми к тому, что через Закавказский регион пойдут большие потоки беженцев из стран Ближнего Востока. Отдельно следует выделить, что в ближневосточных странах живут представители нашей диаспоры. В случае начала крупномасштабного конфликта нам придется эвакуировать наших соотечественников в Абхазию. Отметил он. Напомню, что мы имели такой опыт, пусть и в ограниченном масштабе, в 2013 году, когда мы эвакуировали более 500 наших соотечественников из Сирии. Парадоксально, но факт, что очередного осложнения на Ближнем Востоке ждать долго не пришлось. Началось все с того, что Израиль заминировал пейджеры членов Хазбаллы в Ливане и вызвал их детонацию. По последним данным, погибли 8 человек и 2785 получили ранения среди пострадавших посолу Ливана в Иране. Обострение на Ближнем Востоке может повлиять на ход СВО, пишет в своем телеграм-канале военно-корреспондент Александр Коц. Он убежден, что часть военных ресурсов США будет перенаправлена Израилю. Американскому руководству станет не до цитата «вечно голодного Киева». Массовый подрыв техники в Ливане может быть лишь подготовкой к наземному вторжению Израиля, пишет военкор со ссылкой на западных военных аналитиков. Вашингтон же пытается отговорить Тель-Авив от усиления боевых действий, поскольку Пентагону и здесь придется поддерживать союзника оружия, помимо Украины. Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Москва глубоко обеспокоена текущей ситуацией в Ливане на фоне военных действий Израиля. Широкомасштабный конфликт между странами станет угрозой для безопасности всего Ближнего Востока, сказала она. По словам дипломата, массированным ударом, но и масштабным террористическим актом, носящим характер кибератак. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что взрывы пейджера в Ливане представляют интерес для российских спецслужб. Он уточнил, что Москва пока не обсуждала этот вопрос с представителями стран Ближнего Востока. Спецслужбы, как заметил представитель Кремля, будут выполнять свою работу. Об этих и других темах мы побеседовали с политологом Николаем Трапш. Смотрите интервью с ним. Здравствуйте, Николай. Мы наблюдаем очередное обострение на Ближнем Востоке. Во-первых, хотелось бы, чтобы вы оценили его характер, потому что это, скажем так, что-то новое. Как все это произошло? Эти пейджеры и устройства, которые взрывались в разных местах. Вообще, что это меняет, как вам кажется? Это новая какая-то такая тенденция? Добрый день. Ну, мне кажется, что на самом деле это чуть-чуть новая тенденция. Рано или поздно должно было случиться так, что современные технические средства, в том числе и гаджеты, должны были представлять угрозу не только с точки зрения прослушивания или распространения какой-то информации, но и с точки зрения своих технических параметрах. То есть, это должно было случиться. Ну, не случайно пишут там по-разному, что чуть ли не 15 лет это все готовилось. Ну, скорее всего, не эта конкретная операция готовилась, а отрабатывалась технология с использованием таких взрывчатых веществ, которые не определяются традиционными способами, поэтому могут легко перемещаться и находиться в спокойном состоянии в теле какого-то гаджета или иного технического устройства до момента активации. Но здесь, наверное, это скорее проба сил. Вот есть общий процесс, и в нем часто пробуют какие-то элементы, которые раньше не использовались. Ну, это как, скажем, на фронте используют новые вооружения. Ну, вот здесь примерно та же самая картинка. То есть, общая идея, она никуда не девалась, то есть, Израиле для того, чтобы нынешнее правительство сохранилось у власти, ему нужна постоянная война. И эту войну как бы нужно поддерживать всеми возможными средствами. Поэтому в Газии как бы война не закончилась, но там накал по угас, соответственно, усилились протесты внутри израильского общества, и потребовалась эскалация теперь с Ливаном. Ну, и вот мы сегодня наблюдаем, что Израиль уже в течение длительного времени осуществляет удары по территории Ливана, в том числе и по гражданским объектам. Поэтому все это укладывается в общий профиль израильской политики. То есть, с этой точки зрения, ничего нового нет. Ну, и в рамках этой уже продолжающейся несколько десятилетней войны сейчас просто использовали новый технический ход, который, скажем так, показал масштабность угрозы, но сказать, что он эту ситуацию как-то резко развернул, ну, наверное, было бы не совсем точно. А еще многие говорят, что есть некая, скажем так, перспектива или заинтересованность в том, что на Ближнем Востоке вот эта наземная война стала куда шире и были вовлечены другие игроки. Вот как вам кажется, есть ли вот эта тенденция и возможно ли вот эта более широкомасштабная наземная война на Ближнем Востоке с вовлечением Ливана, Ирана? Мы понимаем, о каких странах идет речь. Я полагаю, что на сегодняшний день вряд ли эта война возможна. Если бы она была возможна, она бы началась еще тогда, когда началась операция в Газе, когда начались масштабные жертвы среди гражданского населения, когда совершались удары по независимым формально государствам, по Ирану, по Сирии, для уничтожения палестинских, и не только палестинских функционеров, политиков. То есть поводов для начала каких-то широкомасштабных военных действий было достаточно. Но на сегодняшний день совершенно очевидно, что арабский мир не готов к переходу войны в горячую стадию. Иран тоже к этому не готов, и Турция к этому не готова. Слишком много разных обстоятельств, которые этому препятствуют. Начиная от недостаточно стабильного состояния экономики того же Ирана или Турции, и заканчивая как бы нежеланием арабских стран ввязываться в авантюру с не совсем понятным исходом. Более того, сейчас общая тенденция заключается в том, что воюют не страны в основном, а воюют прокси-формирование. Ну вот в случае с Украиной это вот такое одно большое прокси-формирование там североатлантическое. Ну а в случае с Ираном у него прокси и в Сирии, и в Иракии, и в Ливане, и в Куситы. То есть ему нет необходимости самому ввязываться с непредсказуемым исходом военные действия, если можно использовать вот эти структуры. Поэтому в ближайшее время именно масштабной в нашем традиционном понимании войны, когда будет несколько государств воюющих между собой с использованием всех своих ресурсов, это вряд ли будет. То есть скорее всего как бы будет достаточно мощное может быть по накалу противостояние, но не более того, не включающие так сказать непосредственно конкретные государства. А вот если вы упомянули как раз Украину, а вот есть ли какая-либо скажем так прямая взаимосвязь того, что происходит либо какого-либо обострения на Ближнем Востоке со специальной военной операцией? Вот как вам кажется вот тут какая есть связь или может быть ее нет на ваш взгляд? У нас любят особенно в России проводить прямую связь вот как только расширятся боевые действия на Ближнем Востоке тут же все американские снаряды как бы ракетные комплексы там и прочее военное оборудование и снаряжение которое сейчас попадает на Украину дескать тут же понадобится Израиль Украина лишится всех поставок и легко станет как бы добычей российских вооруженных об этом пишут многие военные специалисты например сейчас все телеграммы полны таких сообщений как раз безусловно они и будут полны таких сообщений но тут масса вопросов смотря какого уровня будет конфликт насколько серьезной будет именно операция с использованием традиционных вооружений насколько как бы полны на сегодняшний день арсеналы Израиля сколько Соединенные Штаты захотят передать Израилю из своих арсеналов то есть это зависит от очень многих перемен вот если вы вспомните когда началась горячая фаза конфликта в Газе все тоже уже аплодировали вот сейчас все Соединенные Штаты начнут снабжать Израиль и про Украину забудут но мы видим что ничего подобного не произошло и Израиль получает поддержку и Украина получает поддержку тем более мы должны иметь ввиду и это уже было показано в случае с этой ну пусть демонстративной иранской атакой на Израиль то есть случаи с Израилем будут задействованы впрямую вооруженные силы возможно в каких-то случаях и Соединенных Штатов Америки и Великобритании и Франции то есть здесь ясно что как бы не обязательно даже давать вооруженные силы или пополнять или там ресурсы предоставлять можно самим поучаствовать с Украиной этого не будет поэтому тут зависит от градуса конфликта и вот конкретных ресурсов которые будут в нем задействованы поэтому сказать что прям прямая связь от того что сегодня там бомбят Ливан и на Украину поступит меньше там скажем 150-мм снарядов для артиллерийских орудий я такой связи бы не увидел а если дать еще какую-то перспективу вот опять-таки возвращаясь к Ближнему Востоку чего следует вот в реальности ожидать какие там может быть сценарии или это такая вот скажем ситуация которая опять спадет на нет и пойдет какое-то после вспышки после пика пойдет какое-то падение как вам кажется ну мы сейчас живем в обстановке постоянной турбулентности то есть предсказуемость прогнозируемость большинства процессов она крайне незначительна не потому что нет инструментария или нет необходимых знаний потому что очень быстро меняются вводные для большинства не только политических но и скажем экономических процессов то есть все взаимосвязано не только там с Израилем его политической ситуации его стремлением самосохраниться или там интересами Соединенных Штатов здесь многое связано допустим с тем как ведут себя нефтяные монархии залива то есть какие у них сейчас приоритетные цели то есть есть ли для них приоритетная цель поддержка каких-то радикальных сил или поддержка просто своих там сородичей этнических арабов или для них важнее как бы отладить механизм взаимодействия с новыми крупными экономическими игроками с Индией с Китаем вот сейчас Саудовская Аравия активно как бы расширяет торговлю с Китаем в юанях то есть возможно для них это сейчас более значимая задача нежели пытаться как бы поучаствовать в очередном кризисе вокруг Израиля и поэтому как бы предсказывать вот что будет там завтра послезавтра достаточно сложно то есть может разразиться там достаточно мощный конфликт пусть даже с участием прокси а может ничего не произойти не будет как вот сейчас информационные ресурсы цитируют иранских политиков и военных мы страшно отомстим за того страшно отомстим за другого страшно отомстим за третьего но пока страшной мести не наступило не потому что у Ирана нет ресурсов и не потому что там люди которые разбрасываются словами потому что сейчас обстановка этому неблагоприятствует но будет ли так скажем через месяц или через неделю предсказать абсолютно невозможно Николай большое спасибо что ответили на наши вопросы на этом у нас сегодня все будем продолжать держать руку на пульсе событий до новых встреч в эфире субтитры